всем привет сегодня ко мне в руки попал достаточно интересный прибор вот такая вот штука называется эта штука векторный анализатор light в на 64 сегодня наконец-то я померю антенны цифровой системы волкснел и узнаю насколько они эффективны и здесь вот у меня штатные патчи штатные бабушки ну еще есть кое-какие антенны которые тоже бы хотелось замерить и посмотреть на их эффективность вы на канале жука рамов пиве влог я михаил не переключайтесь будет интересно тестировать я буду сегодня следующие антенны ну во первых в первую очередь меня интересуют те антенны которые входили в комплект очков волкснейл аватар у меня первая версия очков это плачин два патча вот таких вот как видите две вот такие антенны круговой поляризации бабушечки а вот такие вот антенны две штуки я только что стянул с модуля мунлайт это также антенна круговой поляризации вот на таких вот ножках с айпикс разъемом есть вот такие три антенны которыми комплектовались старые версии модулей волкснейл это модуль в один про там в общем вот такие были антенны на мой взгляд они меня никогда не вызывали никакого доверия это что касается антен от cadix также я хочу сегодня протестировать следующие антенны есть у меня вот такие вот антенны на ножках 125 миллиметров это lollipop 4 от foxer хваленые антенны все просто ими очень довольны ну посмотрим насколько они качественные два вот таких вот плача это патчи от айфлай также кстати очень дорогущие патчи называется pigeon вот такая вот антенна lollipop 4 плюс на этот раз правой поляризации на короткой ножки с айпикс разъемом и две антенны значит черри rush черри 2 rush а левой поляризации и вот такая вот антенка по моему она у меня шла с вистой который я купил у cadix а вот она имеет маркировку cadix вот здесь вот но на самом деле это черри rush давайте для начала включим прибор и посмотрим собственно что он отображает отображает он вот такую вот сетку эта сетка называется диаграмма смита и про нее наверное нужно рассказать поподробнее хотя бы так вот по верхам что это такое и как бы что на этой диаграмме мы можем увидеть а сейчас немножечко теории вот по верхам буквально у любой антенны есть сопротивление току антенны это сопротивление делится на две составляющие активное сопротивление и реактивное сопротивление считается что активное сопротивление является полезным сопротивлением антенны а реактивное сопротивление бесполезным сопротивлением антенны диаграмма смита это круговая диаграмма сопротивления антенны от нуля до бесконечности она Она построена таким образом, чтобы можно было полностью охватить диапазон сопротивлений от нуля до бесконечности. И эта диаграмма получена так называемым билинейным преобразованием комплексной плоскости сопротивлений в круг. Что такое комплексная плоскость сопротивлений? Это просто сетка, представьте себе, где по оси Y у нас отложено реактивное сопротивление, а по оси X отложено активное сопротивление. И вот эту вот сетку сопротивлений, ее вот так вот сложили, свернули, как бы стянули вниз и получился вот такой вот круг. Ребят, на самом деле это вот сейчас вот просто вот чисто для того, чтобы вы понимали, откуда взялась вот эта вот круговая диаграмма. Сейчас я попробую сделать вставочку, вот здесь вот нарисую какие-то рисунки. Я нарисовал вот такую картинку, которая, возможно, поможет более наглядно понять, что же такое диаграмма Смита. Значит, диаграмма Смита имеет нулевую точку. Вот представьте, что вот у нас вот здесь вот была ось Y. И вот эти вот концы этой оси, то есть вот здесь вот у нас по этой оси откладывалось реактивное сопротивление, вот здесь вот активное сопротивление. И вот эти вот концы мы как бы стянули все вот в эту точку и получили таким образом круг. Значит, что из этого круга можно понять? Окружности вот эти вот, которые у нас имеют, касаются вот этой вот точки бесконечных сопротивлений. Вот эта вот окружность, ну, соответственно, вот эта вот окружность, вот так вот она идет, это окружности активных сопротивлений. Вот эти вот дуги, это дуги реактивных сопротивлений. Дуги реактивных сопротивлений у нас бывают отрицательные и положительные. Из всей диаграммы нам надо стремиться к этой линии. Эта ось называется ось нулевого реактивного сопротивления. На этой оси вот эта точка у нас обозначает сопротивление нолем. Вот эта вот точка бесконечное сопротивление. А точка посередине это в данном случае у нас 50 Ом. Она же равна единице КСВ. То есть если у нас будет диаграмма Смита располагаться ближе к центру, то есть к наименьшему КСВ, эта диаграмма Смита будет считаться очень хорошей. И соответственно антенна будет считаться очень-очень хорошей. Что такое КСВ? КСВ это один из важнейших параметров антенны, по которому мы определяем качество антенны. То есть мы смотрим, где у нас КСВ самая низкая. Мы сейчас попозже посмотрим на графиках, которые будет рисовать там прибор. И на самом низком КСВ мы ищем ту частоту, на которой антенна будет работать более эффективно. На диаграмме Смита КСВ отображается окружностями, центр которых располагается в центре. То есть в центре у нас единицы КСВ. И дальше пошли вот так вот окружности, которые, соответственно, потихонечку расширяются, расширяются и доходят до максимальной окружности, которой является КСВ бесконечность. Показывает нам, что здесь КСВ бесконечность. В общих чертах, вот я вам рассказал сейчас про диаграмму Смита, чтобы, когда я сейчас буду тестировать, было хоть какое-то понимание, что у нас показывается на вот этой вот безумной сетке. Но прежде чем начать пользоваться прибором, его нужно откалибровать. И я хотел бы это рассказать, наверное, в первую очередь для тех, кто купил этот прибор и не хотят там углубляться, а хотят просто его, собственно, настроить и начать тестировать свои антенны. Для того, чтобы провести калибровку данного прибора, вектор-новолизатора Light VNA64, нам необходимо выполнить следующие действия. Ну, во-первых, нам понадобятся вот такие вот штуки, которые шли в комплекте. Это заглушки или терминаторы или пиктейлы, как хотите назовите. Их три штуки. Первый имеет просто открытый разъем, вот такая просто открытая заглушка. Вторая заглушка короткозамкнутая, которая накоротко замыкает порт. И третья заглушка – это нагрузка в 50 Ом. Включаем прибор и начинаем выполнять калибровку. Но прежде чем начать калибровку, нам необходимо сделать следующее. Нажимаем Calibrate, нажимаем Reset. Выходим сюда. Дальше нам необходимо выставить шкалу. Шкалу частот в соответствии с нашей FPV-шной сеткой частот. То есть выставляем стартовую частоту 5600 МГц и конечную частоту 5900 МГц. Для этого заходим в меню Stimulus. Нажимаем Start, нажимаем 5,6 G. Нажимаем опять Stop, 5,9 G. Все, у нас выставилась здесь сетка. Стартовая частота 5,6 ГГц. Стоповая частота 5,9 ГГц. И выполняем калибровку. Заходим опять в меню, нажимаем Calibrate. Еще раз Calibrate. И нам здесь нужно выполнить ряд действий. Первое действие. Нам необходимо прикрутить открытый разъем. Вот этот вот открытый терминатор. Накручиваем на первый порт. Нажимаем вот сюда. Происходит калибровка. У нас вот здесь вот загорелся 0. Говорит о том, что калибровка выполнена. Вот эти вот терминаторы, их лучше в процессе калибровки руками вообще не трогать. Потому что там могут возникнуть некоторые ошибки. Наводки именно от вашей руки. Откручиваем и прикручиваем Short. То есть коротко замкнутый. Закрутили. Плотненько. Какое-то время подождем. Нажимаем Short. Все, калибровка произошла. У нас загорелся индикатор S. Следующий у нас Load. Прикручиваем нагрузку 50 Ом. Нажимаем Load. Так, загорелся индикатор красный L. Калибровка проведена. Теперь нагрузку мы перекручиваем на второй порт. И нажимаем изолин. Так, все, окей, прошло. Откручиваем. И последнее действие. Нам необходимо замкнуть первый и второй порт. Для этого используем вот такой вот кабель, который идет в комплекте с прибором. Прикручиваем плотно, чтобы не болтались вот эти вот саморазъемы наши. Так, нажимаем True. Все, Done. Здесь мы можем сохранить на карточку нашу калибровку. Нажимаем Save to Cart. Пишем какое-то имя. Нажимаем Enter. Ну, я, в общем, не буду это выполнять. Калибровку мы провели. Теперь нам необходимо проверить, правильно ли у нас откалибровался прибор. Откручиваем всю эту требуху. И прикручиваем заново открытый наш разъем. Открытый разъем должен нам показать бесконечное сопротивление антенны. То есть маркер вот этот зеленый, видите, у нас он никуда не переместился. Он стоит в точке бесконечности сопротивлений. Вот, значит, все окей. Влияние никакое вот этот терминатор нам не оказывает. Теперь нам необходимо прикрутить короткозамкнутый для того, чтобы наш индикатор переместился в ноль. То есть мы накратко замыкаем порт. Все, опять какое-то время ждем. Видим, что индикатор под номером 1 у нас стоит в нулевой точке диаграммы Смита. Откручиваем и прикручиваем нагрузку, которая где у нас должна быть? Точно, в центре. Все, видите, четенько. Первый маркер у нас в центре. Давайте отключим вот эти вот фиолетовые, ненужные нам графики. Заходим в дисплей, трейс, и отключаем фиолетовый и зеленый. Все, калибровка у нас завершилась очень хорошо. Теперь проведем некоторые поднастройки. Нам необходимо включить график КСВ. Заходим в дисплей, заходим в формат S11, это первый порт, и здесь выбираем СВР. Все, у нас появилась шкала КСВ, и сверху, если вы видите желтеньким, у нас отображается вот как раз СВР. Настало время практической части, и в первую очередь меня интересуют антенны, которые шли в стоке с очками Voxnell Avatar первой версии. Это две вот такие вот антенны круговой поляризации, две бабышки, и два вот таких вот патча. Было много наговоров, да, вот на эти патчи. Давайте, в общем-то, проверим. Говорили, что они не очень хорошие, но на самом деле сейчас все мы выясним. Сейчас у меня накручен вот такой переходничок папа-папа, и первым делом давайте проверим вот эту вот бабышку. Нужно немножечко подождать, пока у нас все графики устаканятся. И что я вам хочу сказать, ребята, весьма достойные показатели КСВ. Значит, КСВ считается нормальным, если оно не превышает двух единиц. Здесь же у нас по всей сетке частот КСВ не превышает двух единиц, и мы видим, что минимальное КСВ данная антенна имеет в начале сетки. Это приблизительно 5,6-5,7 вот эти вот частоты. Дальше, конечно, характеристики немножечко ухудшаются, но вот если смотреть по диаграмме Смита, вот эта зеленая у нас закорючка, то есть я смещаю маркер, и, соответственно, минимальное КСВ, которое ближе к единице, у нас оно, соответственно, смещается к центру. Ну, вы помните из теории, что КСВ единицы это у нас вот в центре как раз вот этой диаграммы Смита. Давайте проверим вторую антенну, и я думаю, она покажет абсолютно такие же характеристики. Да, в принципе, весьма неплохие бабышки, очень хорошая антенна, я, если честно, удивлен. Стоковый патч очков Voxnail Avatar первой версии очень неплохие, достойные графики. Я вижу, КСВ имеет, ну, условно, выгнутую такую форму, это считается нормальным. Также, ну, чуть больше двоечки в конце диапазона, где у нас 5,9-6 ГГц, но на самом деле это не страшно. Наилучшее КСВ у нас в начале сетки частот 5,6-5,7. Ничего не могу сказать плохого про этот патч. Этот патч будет работать очень даже неплохо. Второй патч имеет также неплохие характеристики. Мы видим, КСВ у нас минимальное, также где-то в районе 5,7 ГГц. Далее я хотел бы проверить вот эти вот патчи от iFly. Это Pigeon, 9 dBi. Давайте посмотрим на них, что покажет прибор. Ой, ну тут вообще красота. Реальная красота и реальная на все свои деньги. Ребята, очень хорошие параметры, очень хорошие графики, что, собственно, диаграмма Смита, что КСВ вообще идеальная. На протяжении всей сетки частот у нас практически вот такой ровный график мы видим. Минимальная КСВ у нас 1,2. В начале сетки максимальная КСВ 1,5. Второй патч имеет приблизительно похожую характеристику. Очень хорошие антенны, очень достойные показатели КСВ и прекрасная диаграмма Смита. Ну а теперь самое интересное. Давайте проверим антенны, которые устанавливаются у нас на VTX. И вот эти две антенны, повторюсь, я снял с Мунлайта. Они имеют разъемы IPX и я накрутил вот такой специальный разъемчик вот сюда. Да. Ну, сами видите, КСВ у нас ребята, какое-то странное. Оно, в принципе, до двух единиц. Я считаю, что антенна будет работать, но почему-то она имеет явно выраженный горб в центре сетки. на частоте 5,8. Вот. Ну и, соответственно, свалы. То есть, наилучшие характеристики КСВ это в начале и в конце диапазона. Вторая антенна у нас должна показать приблизительно такие же графики. Да, ну, здесь, конечно, немножечко даже похуже, но, в принципе, тоже все в пределах нормы. КСВ до двойки, но почему она такая горбатая, я вот не совсем понимаю. Антенна будет работать, но, в общем-то, это прям вот не что-то прям какой-то топчик. Я думаю, могло бы быть лучше. Ну, а теперь давайте приступим вот к этим вот антенкам. Эти антенки круговой поляризации шли у нас в комплекте с VTX-ами первых версий Valk Snail и, сами видите, по размерам они, в общем-то, не вызывают никакого интереса. Вот эта вот антенна побольше, на это какая-то вообще никакая, скажем так. Ну, давайте посмотрим. Правильно ли сделала Cadix, что отошла от этих антенн? Да, здесь, конечно, ну, вот посмотрите, пожалуйста, на это безобразие. это вообще никуда не годится, что это такое. Ах, елки-палки. Здесь у нас прямо в центре сетки частот горбыль и, в общем-то, КСВ ужасное. Вот. Ну, здесь вот, в принципе, еще более-менее ничего. В начале сетки, может быть, на частоте 5 и 6 эту антенну можно как-то использовать, но на самом деле антенна на букву Г. вторая антенна, не жду от нее никаких каких-то там улучшений. Ну, здесь, да, тоже горб по центру, вообще жесть какая-то, не знаю, мне кажется, это вообще какая-то фиганистика полная. Ну, и третья, давайте до кучи. Так, а вот здесь вот интересная ситуация. Посмотрите, пожалуйста, у нас здесь какая-то яма имеется в районе 5.7 гигагерц. Здесь, я бы сказал, антенна просто топчик. Здесь прям вот супер, да, и маркер диаграммы Смита у нас находится ровно в центре, поэтому, если мы возьмем вот эту вот антенну, вот, и настроим с наш VTX на частоту 5.7 гигагерц, то, в общем-то, антенна будет работать очень даже неплохо. Вот эти вот антенны, это реальная лотерея, и что я рекомендую, я рекомендую эти антенны, естественно, снимать с VTX и использовать что-то другое. А вот что другое, давайте, наверное, сейчас посмотрим в сторону вот таких вот антеннок, это здесь у меня есть антенны Cherry 2 Rush, и вот такая антенна, которая шла у меня в комплекте с VISTой, производство Caddx FPV. И есть еще вот такой хваленый Lollipop 4, очень все их хвалят, говорят, очень хорошие антенны, но давайте сейчас посмотрим, что они покажут на приборе. Антенна Cherry 2 Rush, вполне себе неплохое ксв, идет у нас свал ксв к концу диапазона, где-то к 6 гигагерцам ближе, но опять же, все ксв у нас не более единицы, я считаю, что эта антенна намного лучше того говна, которое у нас идет в комплекте с модулями от Valksnail, от Caddx FPV. И, наверное, все-таки лучше использовать вот эту вот Cherry, чем вот эти вот антенны. Так, ну, здесь, конечно, немножечко похуже, но вот опять же, в начале диапазона у нас здесь вроде какой-то есть, какая-то надежда есть, да, у нас на 5-6 гигагерцах эта антенна, в общем-то, работать будет неплохо. антенна, в принципе, тоже неплохая. И напоследок хваленая Lollipop. Так, Lollipop 4 от Foxer. Ну, ребята, что-то я не вижу здесь прям каких-то супер-пупер хороших результатов. Диаграмма Смита у нас уехала от центра ближе к бесконечности сопротивлений. Вот, но КСВ у нас конечно имеет яму в центре сетки, но ближе к краям КСВ у нас в общем-то уходит уже в какие-то непонятные значения. Ну, в принципе, антенна будет нормально работать на частоте приблизительно 5,7 и наилучшие показатели на 5,8. Значит, до всех этих тестов я считал, что вот эти вот бабушки на самом деле хреново работают и купил вместо них вот такие вот антенны на ножках 125 миллиметров. Это Лолипоп 4 левой поляризации, две антенны, шли в коробочке и прям вот по ним отзывы были офигенные. Давайте теперь их померяем. Да, ну, что вам сказать. Вы, наверное, уже сами все видите. Антенна на самом деле так себе, да. в начале сетки частот КСВ улетела куда-то за двойку, и график вообще себе не очень хороший. Я, если честно, удивлен, блин, антенны не дешевые, вот, но вот где-то приблизительно на 5,9 эта антенна будет работать. Здесь у нас КСВ полторашка. Давайте вторую померяем. я думаю, что здесь будет то же самое. Да, абсолютно такая же картина. Антенна хорошо работает на частотах больше 5,7 ГГц, 5,8, 5,9, то есть в конце сетки. Но в начале сетки я бы не рекомендовал ее использовать. Так, давайте подведем все-таки какие-то итоги по результатам нашего теста. Значит, первое, что я хочу сказать, я на самом деле удивлен и как бы доволен результатами, которые я получил от стоковых антенн, которыми комплектуются у нас очки Волкснейл Аватар первой версии. С ними абсолютно спокойно можно летать, у них хорошие характеристики, но, конечно, лучше вот эти патчи поменять вот на эти Пиджин. В общем-то, так я и сделаю. Что касается антенн первых версий, ребята, это конкретный кал, это не антенны, смело их сразу выкидывайте и меняйте на что-то другое. Те антенны, которые сейчас идут со современными последними версиями восторги от вот этих антенн, сами видели их не показатели, могло бы быть и лучше на самом деле. Cherry Rush мне понравились, неплохие в принципе характеристики, несмотря на то, что вот это Cherry конкретно Rush FPV, а это Cherry какой-то гибрид Cadix, не знаю, ну в общем эти вот антенны мне больше понравились, чем Lollipop 4+, от Foxer, вот, ну, опять же скажу, лотерея, вот не имея такого прибора, это можно, если честно, ставить и, в общем-то, летать, подбирая частоту, и этим можно заниматься вот вечно, да, пока вот пальцем не попадешь в небо, что касается вот этих вот антенн, опять же, я не в восторге, мне кажется, все дело вот в этих длинных ногах, коаксиальных, это же коаксиальный кабель, вот, поэтому, чем, ну, логично, короче, вот эта нога, тем антенна будет работать лучше, ну, естественно, все зависит от переходников, то есть, те антенны, которые вы подключаете через передни, переходники, тут тоже надо, как бы, понимать, что переходник вносит свое затухание, свои помехи в прием сигнала, в передачу сигнала, поэтому, если у вас есть какие-то проблемы с приемом сигнала, да, ну, в общем-то, я думаю, стоит менять не только антенны, но и вот играть вот этими переходниками. В общем-то, на основании данных тестов, мне кажется, можно сделать определенные выводы, почему волкснейл страдает такой, скажем так, посредственной видеосвязью, что, значит, у него постоянно срабатывает фокус-мод, видеолинк нестабилен, как вы только начинаете залетать за какие-то препятствия. Да, дело в антеннах, которые у нас комплектуются, выцинавливаются на VTX, это однозначно, ну, естественно, дело как бы в железе и в программном обеспечении, тут вообще комплексный подход должен быть, и поэтому здесь вот Cadix FPV есть над чем работать. Но, тут вот, я думаю, поле для деятельности очень даже широкое. Все, ребят, на этом все, надеюсь, я вас не утомил, надеюсь, информация была для вас полезная, поэтому всем большое спасибо, всем пока, до новых встреч, подписываемся на канал, ставим лайки, дизлайки, заглядываем в описание, пишем комментарии, все как обычно, пока!